Валентина Чобан Валентина Чобан Валентина Чобан Валентина Чобан Вы своего рода такое исключение исправил, да, открытие будет потом, но мы там поговорим в том числе и об итогах работы. Скажите, Дмитрий, сколько человек у вас в команде? Здесь на местном уровне у нас в центре работают два человека, мы с Валентиной, но также мы всегда с удовольствием привлекаем и другие организации, общественные организации, все, кто занимается беженцами, помощью беженцам. И в принципе у нас и волонтеры есть, которые всегда приходят нам на помощь. И кроме того, как я и сказала, что очень много организаций, которые работают в партнерстве с ООН, они будут приезжать, оказывать здесь помощь в этом центре психологическую, образовательную. То есть это будет очень такой хороший симбиоз организаций, у людей будет доступ к хорошим услугам. Но я так понимаю, что и для вас, Дмитрий, и для вас, Валентина, эта деятельность, она не в новинку. То есть вы и ранее участвовали в подобных проектах социального значения, социальной направленности, да? Что здесь новенькое? Чем отличается эта работа от предыдущей, вашей работы от вашего опыта предыдущего? Да. Как вы правильно упомянули, мы давно работаем в общественной сфере, в разных направлениях, конечно. Но опыт есть, у меня около пяти лет опыта работы в этой сфере. В этом центре важно то, что мы создадим пространство для города. В принципе, оно будет, конечно, направлено на какие-то свои точечные мероприятия, но именно важно то, что любая организация, любой человек, который захочет сделать что-то интересное для граждан Украины, для местного населения, он сможет воспользоваться этим пространством. Там оборудована вся инфраструктура, есть в доступе все материалы, констовары, любые материалы, которые нужны будут человеку, мы можем поспособствовать, чтобы помочь для проведения мероприятий. Насчет инфраструктуры, думаю, больше Дмитрий расскажет, потому что он занимался именно этим сегментом. Да, ну, в первую очередь хотел бы отметить, что изначально уже у нас существовала инфраструктура, почему мы, в принципе, можем позволить уже проводить мероприятия. Давайте скажем, где вы располагаетесь. Это располагается на базе нашего молодежного центра, который мы открыли еще пять лет назад, молодежный центр в Камраде, Аксис, на территории лицея имени Маврадей. И мы, в принципе, работали, главное направление у нас было работы с молодежью, с подростками, с детьми. И вот с начала вот этой всей ситуации у нас и были проекты направлены на поддержку детей из Украины, вынужденно перемещенных лиц. И, в принципе, на базе нашего центра и будет открытие. Но с некоторыми изменениями, эти изменения очень позитивные и радостные для нас, потому что мы сделали большой инфраструктурный проект благодаря UNHCR, это агентство по делам беженцев ООН. Мы построили такую парковую зону, благоустроили территорию около 2500 квадратных метров, где мы расположили рабочие зоны для занятий на свежем воздухе, для различных занятий. Это могут быть мастер-классы, это могут быть какие-то тренинги, образовательные мероприятия и так далее. Там есть детская площадка для детей. И также мы построили большую сцену для проведения культурных мероприятий, для, не знаю, показов фильмов под открытым небом и так далее, и так далее. То есть это зона, о которой мы на самом деле давно мечтали. И вот у нас это получилось. И теперь это как бы достояние всего города и всех людей, которые здесь, в том числе и лиц из Украины, которые сейчас проживают в Камрате и вынуждены так или иначе интегрироваться в наше сообщество и быть рядом с нами. Ну это, я думаю, что им большое подспорье будет для них, в их жизни здесь, пока они вынуждены здесь жить. То есть двери центра общественного открыты всегда и для всех? Конечно. Условия есть и готовы всегда со всеми сотрудничать. У вас есть страничка общественного центра в Камрате на Фейсбуке. Я пролистала сегодня, посмотрела. Действительно, вам на открытии будет о чём сказать. Будет возможность подвести действительно определённые итоги. И мне очень понравились фотографии с мастер-класса, где художница, сейчас я вспомню фамилию, может, вы напомните. Да, под её чутким руководством участники рисовали картины и получилось достаточно красиво. Расскажите об этом мероприятии, Валентина. В принципе, если позволить затрону тему страницы на нашей Фейсбук. Да, пожалуйста. Она открыта для всех, как и наш центр, в принципе. И там есть ссылки, на которые любой граждан может зайти и зарегистрировать свой запрос о проведении мероприятия. Да, здесь же анонсы вы публикуете. Да, да, то есть для информирования, я считаю, что это прекрасная возможность. Если хотите информироваться, добро пожаловать на нашу страницу в Фейсбук. Это общественный центр Камрад. То есть легко найти его в Фейсбуке, абсолютно. И вот мы решили, что для первого такого мероприятия, оно, в принципе, было посвящено Дню беженцев. Оно прошло у нас в конце июня. Мы захотели сделать что-то такое лёгкое, непринуждённое, чтобы все получили удовольствие, все расслабились, получили какой-то новый навык. И вот мы решили пригласить художницу Анастасию Раковчину. И она провела мастер-класс, где каждый почувствовал, что он может быть творческим человеком, что он умеет рисовать. Морской пейзаж. Да, морской пейзаж, летняя такая тематика немножко. И каждый смог забрать картину с собой. То есть каждый создал свою картину и забрал её с собой, как воспоминание об этом мероприятии. И одну картину мы создали все вместе. Тоже под руководством Анастасии. И она направляла, что делать, чтобы в итоге получилась такая работа абстракционизма. Очень красиво висит в стенах молодёжного центра уже как первый результат нашей работы. Поэтому надеемся, что в будущем ещё будут мероприятия. И действительно призываем и художников, и творческих людей, и тех, кому есть что сказать, есть что дать этому сообществу. Обращаться к нам, и мы поможем в организации с мероприятиями. Уже получаете какие-то предложения от специалистов, от экспертов, которые хотели бы провести подобного рода мероприятия у вас в центре. Да, уже буквально на днях собираемся начать обзванивать людей, которые нам оставили заявки. Поэтому, да, мы очень рады, что есть запросы на самом-то деле. Говорите в множественном числе. Заявки. Значит, специалистов несколько, как минимум. Это здорово. А относительно образовательных мероприятий, с кем готовы сотрудничать? Буквально у нас вот на днях состоялась встреча, и мы решили, что мы хотим двигаться в направлении проведения курсов языковых. Планируем, что это изначально, возможно, будет румынский и английский. Потом, может быть, будем добавлять. Но мы знаем, что запрос есть на румынский и английский. Это очень популярные языки, которые нужны нам в наше время на данный момент. И вот сейчас в поисках находимся преподавателей, которые могут предоставить эти курсы нашим посетителям нашего общественного центра. У нас достаточно широкая такая аудитория. Если вдруг сейчас кто-то из экспертов, специалистов, творческих людей услышит о вас, о вашем центре и захочет провести подобного рода мероприятия, мастер-класс, как к вам обратиться? Достаточно зайти на страничку в Фейсбуке и написать, да? Да, написать. И наши контакты там есть. То есть все в открытом доступе. Можно прийти в центр. Либо я, либо Дмитрий будем там находиться, поэтому всегда открыты. Какое содействие вы окажете для того, чтобы организовать мастер-классы? Что вы возьмете на себя, если необходимы какие-то финансы для организации этого мероприятия? Да, логистику и финансовые вопросы. Не мы, наши доноры и наши партнерские организации возьмут на себя. Мы в качестве организаторов будем выступать. Опять же, посредством странички информируете граждан Украины, которые вынуждены находятся в Молдове и желающих принять участие в этих мероприятиях граждан Молдовы, либо еще какие-то методы используете для информирования о предстоящих мероприятиях? Ну, у нас с Валентиной есть тоже общественная организация, в которой мы состоим. Мы работаем там и тоже делимся на своих страницах, где уже большая аудитория наших бенефицаров. Также у нас есть группы беженцев в Камраде, в Вайбере, в других источниках. Также у нас буквально вчера состоялся координационный форум по делам беженцев. Здесь, где представители практически всех сфер, которые работают в области беженцев, они присутствуют и всегда буквально раз в месяц, даже чаще сверяют свои направления, свои цели, у кого какие есть задачи. Также там информировали о том, что у нас работы почти завершены. Ведем переговоры с другими организациями, которые предоставляют юридические услуги, услуги психолога. У нас будет также оборудован кабинет для психолога, где можно будет проводить и групповые занятия, и индивидуальные встречи с психологом. Вы уже знаете, что есть необходимость такая, да? Да, такая необходимость есть, заявки есть. У нас был опыт, нам приезжала мобильная группа из организации ТРДЗОМ из Кишинева. Мы также с ними сотрудничаем. Они нам помогали в области поддержки детей, лиц, перемещенных с Украины. И мы с ними до сих пор сотрудничаем. И организация Лау-Лалта, которая, в принципе, администрирует все региональные общественные центры, они пока сейчас, на данном этапе, всего четыре таких центра планируются. До конца года, я думаю, что их будет чуть больше. Но организация Лау-Лалта тоже имеет огромный опыт в работе с беженцами. И они буквально с прошлого года, с 24 февраля, с февраля того года, они активно начали работать в этой области. У них большой опыт, большая команда, больше 30 человек, даже около 40. И поэтому мы всегда можем опереться на их опыт и на их помощь. Поэтому мы формируем не только как общественный центр в Камраде, но и различные общественные организации на всех возможных уровнях, где только мы можем. Я хочу, Валентина, вернуться к разговору о мастер-классе, который проводила Анастасия Раковчина. Скажите, сколько? 25 человек приняли участие в этом мастер-классе. Сколько из них были беженцы из Украины? Да, я могу сказать, что беженцев было 5 человек. Для первого мероприятия, я считаю, это неплохо. И остальная часть была жителей Гагвузии, это были дети, взрослые. То есть у нас, в принципе, ограничений нет. И мы хотим на самом-то деле, чтобы организовать такую помощь, чтобы смогли прийти и мамы с детьми, и родители смогли прийти, и чтобы досуг был организован и для родителей, и для детей. Потому что мы знаем, насколько тяжело устроиться детский сад, и летний период. Это на самом деле очень тяжело. И мы постараемся, чтобы мероприятия совмещали в себе досуг и для взрослых, и для детей. Для разных возрастных категорий. Да, для разных возрастов. Какие отзывы, какие отклики получили после этого мастер-класса? Или, может, участники высказали свои предпочтения, на какую тему мастер-класс, либо семинар они хотели бы посетить впоследствии? Отзывы были самые положительные, и все выразили желание, чтобы продолжать в таком же духе, с мастер-классами. Мы думаем, что образовательные мероприятия тоже очень хорошо будут встречены нашей целевой аудиторией, потому что мы знаем, что курсы сейчас дорогостоящие, а на базе центра это можно будет совершенно бесплатно сделать, получить доступ к хорошим знаниям и получить образование в языковой сфере. И также хочу добавить к словам Дмитрия, что действительно Лау-Лау-Алта, у них уже центр работает в Кишиневе очень давно, уже год как работает этот центр у них, и есть в Каушанах, недавно открылся в центр, и то есть у них там проходят различные рода мероприятия, от кружков по вышиванию до тоже курсов языковых, то есть у нас есть действительно на кого опираться, с кого брать пример, чей опыт перенимать. Наверняка после мероприятий вы общаетесь с представителями Украины, что рассказывают они и насколько для них важны подобного рода мероприятия, на Ваш взгляд? Ну, по моему опыту, они находятся в тяжелой ситуации, на самом деле, у всех разная история, люди не от хорошей жизни, к сожалению, попали сюда, но они пытаются с этим бороться, с своим эмоциональным состоянием, они пытаются участвовать в различного рода мероприятиях, и пытаются как-то интегрироваться, пытаются найти работу, пытаются устроить детей в детский сад или в школу. Не знаю, насколько можно оценивать их состояние, но они очень благодарны, что мы стараемся, потому что они в чужой стране, в чужих домах, в чужих семьях, и им тяжело, и они действительно ценят то, что для них стараются делать наши люди, наши граждане, не только наш центр, не только наша работа, но и в целом люди, которые их встретили, это показатель того, что мы не безразличны, и они действительно благодарны. Насколько важна социализация и учреждения, подобные вашему, какую роль играют в этом, на ваш взгляд, Валентин? Ну вот, да, основная цель, в принципе, этого центра была социализация граждан Украины, которые вынуждены оказались здесь, в Молдове. Я думаю, что вот эти мероприятия, даже этот мастер-класс, казалось бы, ну, оно не какое-то, не несет в себе какую-то огромную цель, на первый взгляд, но на самом деле люди знакомятся, люди общаются, у них потом выстраиваются связи, и им потом находиться здесь легче, они чувствуют себя, ну, как будто, может быть, они вскоре почувствуют себя, как они дома, если у них появятся знакомые, появится какой-то круг общения. Мы надеемся этому поспособствовать, и одна из важных и главных целей этого центра – это вот именно социализация и приобщение их к местному сообществу нашему здесь, как в Узии. Поэтому я хотела сказать еще тоже, что мы рады всем гражданам Украины, не только с Камрата, но и, в принципе, мы ждем, можно приехать к нам, можно обратиться к нам с просьбой, мы можем помочь приехать, то есть мы не нацелены только на Камрат или на Камратский район, мы рады всем и открыты для всех. Я как раз хотела спросить именно об этом, не планируете ли вы выездные мероприятия, но вы сказали, что готовы помочь с транспортом, но все же, допустимы ли выездные мастер-классы, допустим, в Улканежский район, в Чедрунский? Обязные, я так поняла, что наши организации-партнеры, они могут себе позволить поехать в центры для беженцев, которые пока еще действуют, и в населенные пункты, то есть у них есть мобильные бригады, есть транспорт для этого, они могут приехать с Кишинева, и запланировать визиты, заранее проинформировать, чтобы собрать людей и организовать что-то для них. Поэтому пока мы ждем всех здесь, и наши коллеги из других организаций будут ехать в другие населенные пункты и будут там оказывать услуги. Пока обживаете свой центр и готовы принимать гостей только у себя здесь, да? Как работаете с волонтером? Много ли их? Потому как труд, так скажем, непростой, и не каждый соглашается, и не каждый может исполнить этот труд по достоинству. Как с ними работаете? Сколько волонтеров у вас? Ну, если говорить о нашей организации, мы работаем в основном с молодежью, так и волонтеры у нас молодые люди, возрастом от 15-16 лет. И у всех, конечно, разный багаж опыта, и кто-то с нами чуть подольше, кто-то поменьше. У нас сейчас волонтеров около 15 человек активных, которые ежедневно у нас практически в молодежном центре. Они помогают организовать различные мероприятия, в том числе и кружки языковые мы проводим в виде клубов для общения, мы проводим кинопоказы для молодых людей и планируем дальше проведение разных концертов и на свежем воздухе, у нас появилась сцена. И труд их переоценить сложно, потому что безвозмездно молодые люди тратят свое время и пытаются как-то быть полезными обществу. Это на самом деле дорогого стоит. И тут случайных людей не бывает. Да, вы совершенно правы. Люди очень активные, горят глаза, они хотят что-то сделать, хотят помочь. На самом деле это большая для нас помощь, для общественных организаций в целом, потому что в этом сегменте, так скажем, заработок всегда на втором плане, это даже не обсуждается. В первую очередь мы всегда смотрим о том, как можно быть полезным для общества, для людей. Да, что касается нашей организации, у нас тоже примерно такое же количество волонтеров. И могу сказать даже пару примеров, что к нам ребята сами приходили и говорили, мы хотим быть у вас волонтерами, потому что нам интересно, мы хотим приносить пользу, мы хотим знакомиться, общаться, социализироваться. И даже бывали запросы, что там девочка приходила, она говорит, я интроверт по натуре, и мне хочется раскрыть себе это качество, общаться с людьми. Я говорю, общественная сфера – это то, что вам нужно как раз, чтобы раскрыть свой коммуникационный потенциал. И всем рекомендую вообще, потому что у нас очень интересно. Вообще в общественной сфере, в гражданском секторе очень много мероприятий. И то, что я люблю в этой работе, на самом деле, это отсутствие монотонности. То есть это знакомство с новыми лицами, новые мероприятия, новые сферы, очень много новых знаний, которые вы не получите ни в университете, ни в других образовательных учреждениях. Это я могу сказать как человек, который закончил университет, и всё другое. Это всё, конечно, полезно и нужно, но нужно развиваться и в других сферах. И мы очень рады, что волонтеры к нам приходят. И на каждом мероприятии у нас есть чат в мессенджере, мы всех информируем, кто может, приходит. Это всегда около пяти человек, и все на подхвате. Один делает то, другой – это. Поэтому это действительно коллективный труд, на самом деле. Вы сказали, Валентина, об интровертах. Может, и для экстравертов у вас найдётся применение, и место тоже. Экстраверты будут чувствовать себя как рыба в воде. Просто это для них будет даже… Это будет зона комфорта для них. Поэтому так. И пользуясь случаем, хотел бы обратиться к гражданам Украины, которые здесь тоже, чтобы они вовлекались и становились волонтёрами в общественных организациях. Там им будет точно не скучно, и они найдут чем заняться на любой вкус. У нас уже есть активные граждане Украины, которые сказали, что мы всегда за, информируйте, мы обязательно придём. И помогали в организации мероприятий, и после мероприятия. Поэтому мы очень рады этому, на самом деле, что им тоже интересно. И они понимают, что волонтёрский труд, он важен в любое время и всегда. Безусловно. Дмитрий, вы сказали о показах фильмов. Это уже проводится, да? Правильно понимаю? Ну, сначала открытие центра мы запланировали, там предусмотрели помещение под кинотеатр. Поэтому у нас проводится уже на протяжении пяти лет. Мы знаем, что в Камраде и в целом Гагузии кинотеатров, к сожалению, нет. И мы попытались хоть как-то решить эту проблему, потому что молодёжь действительно пользуется популярностью это место, и они очень активно вовлекаются в кинотеатр, в киноклуб и так далее. Наверняка это такие вот уютные вечера, да? Как всё проходит? Какая атмосфера складывается? Ну, у нас, на самом деле, там атмосфера молодёжная. У нас мягкие кресла, где молодёжь может провести, посмотреть фильм какой-то. И так же сейчас планируем под открытым небом тоже романтические вечера для молодёжи и для всех. Здорово. Мы работаем в прямом эфире. 2.49.60 номер студии. К нам поступил первый звонок. Уважаемые гости, будьте добры, наденьте наушники. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Камрад. Слушаем вас. Значит, у меня вопрос не к волонтёрам, а к вам, ведущая. Можно? Пожалуйста. Значит, вчера, 6 июля, дата такая, о чём-то вам говорит. Репрессии, в первую очередь, приходит на ум. А? Репрессии, историческая дата. Правильно. 6 июля 49-го года, второй этап. Вторая волна репрессий. Депортации. Да. А до этого была дата 12 июня 41-го года. Первый этап депортации. Да. Вот у меня к вам вопрос. Почему об этих датах ни слова с вашей стороны телевидения? Ведь были жестокие репрессии. Да, об этих страницах, горьких страницах истории, в том числе и нашего народа, мне известно. Ваш вопрос я переадресую моим редакторам. И мой коллега запишет ваш номер телефона. Мы с вами обязательно свяжемся. Всем благодарим вас. Вы пригласите, например, в Курдоглах. Да, мы связывались недавно с господином Курдогла. К сожалению, по состоянию здоровья он не смог принять участие в нашей программе. Буквально сегодня на планерке мы обсуждали эту тему снова. Намерены пригласить. На эту тему обязательно надо сделать и не одну передачу. Его заслуги и его исследования на эту тему, они бесценны для нас, для нашего общества. Согласна с вами. Других депутатов пригласите, которые поехали 12 июня в российское посольство и пили там шампанское в этот ужасный день. И это ваше пожелание будет передано моим редакторам. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Благодарим вас, наш уважаемый слушатель из Камрата. Как и сказала, все ваши пожелания будут переданы моим редакторам. Немного отвлеклись от темы, но это тоже важно. Согласитесь, уважаемые гости, мы должны знать и помнить все страницы истории нашего народа. Вернемся к разговору об общественном центре в Камрате. Мы говорили о вечерах для молодежи. Какая молодежь приходит на эти вечера, Валентина? И общаясь с ними, какое впечатление у вас такое общее складывается о нашей молодежи и о будущем Гагаузии и Молдовы? Я могу сказать, что... Ну и в данном случае Украина тоже. Как раз таки, наверное, Дмитрий не даст врать, что на такие мероприятия и в принципе общественные деятельности, на общественные мероприятия приходит молодежь, которая интересна, которая хочет развиваться, которая хочет искать что-то новое, новые знакомства, которые не останавливаются на достигнутом и которая хочет расширить свой кругозор. Это очень радует, что такая молодежь есть. Ее, конечно, мало. Мы бы хотели, чтобы было больше. Кто-то, может быть, стесняется. Кто-то, может быть, не нашел еще эту информацию. Мы бы хотели, чтобы эта информация дошла до большего количества молодежи, конечно. Но очень радует, что такая молодежь есть. Тем она меньше, тем она и ярче, эта молодежь, потому что действительно ребята, которые и волонтеры, и которые приходят, мы сами от них очень много чем учимся. И это просто каждый день новое открытие для нас на самом деле. Это каждый раз одна и та же молодежь? Либо вы, Дмитрий, замечаете новые лица из раза в раз? Ну, мы, скажу так, что мы немножко опаздываем с нашими решениями техническими, потому что молодежь сейчас очень активно использует разные инструменты информационные. Вы как-то так говорите скромно. Вы и сами представители молодежи, ну что ж, вот так. Да, но все же у них как-то все быстрее движется. Иногда я лично не успеваю. И благодаря нашим волонтерам как-то мы пытаемся поспевать за трендами, так сказать. И, в принципе, от того, как мы будем это делать, как мы будем успевать, зависит и наша аудитория. Потому что они очень избирательные, у них сегодня много инструментов, много информации вокруг. И заинтересовать молодежь крайне сложно. Но, тем не менее, у нас получается, я очень рад, когда мы, допустим, открываем регистрацию на какое-то мероприятие, и в течение часа-двух у нас набирается 15-20 заявок. То есть мы закрываем регистрацию за 2-3 часа, поэтому это для нас очень большой показатель. Есть, конечно, мероприятия, которые менее популярны, есть, которые более популярны молодежи. Но, тем не менее, мы видим, что молодежь есть активная, и она хочет как-то развиваться. Кто-то хочет себя проявить и тоже как-то присоединяется к нашему движению. Ну, в принципе, это заставляет и нас двигаться как-то более уверенно вперед. – Литературные вечера – это про вас, либо про ваших партнеров и коллег? Я помню, мои коллеги рассказывали в эфирах о литературных вечерах, проводимых здесь, в Камраде. – Литературные вечера, да, проводят ребята, инициативная группа. Они проводят их в разных локациях. Вначале они попросили нас о помощи, о том, чтобы проводить их у нас. Мы согласились, с удовольствием помогли. Все, что нужно, мы как бы всегда открыты. Они нашли другое место. Я очень рад, что у них получилось. Они ищут возможности, где им лучше, комфортнее. И, на самом деле, очень рад, что появляется все больше и больше таких мест у нас в Камраде, где молодежь может выбирать, не останавливаться на одном месте. Но да, литературные вечера были очень интересные. Там они очень серьезно готовились к ним. Я, насколько так, наблюдал. Я не участник литературных вечеров, но, тем не менее, со стороны наблюдал. Это было очень живо, активное обсуждение у них там. – Со стороны наблюдали внимательно, значит, потенциальный участник уже в будущем. – Да, ну, на самом деле, они очень серьезно к этому готовились. И организаторам только браво, молодцы. – Вы что, хотели дополнить на эту тему, Валентина? – Я хочу сказать, что насчет нашего общественно-молодежного центра есть возможность организовывать вечеронастольные игры. У нас в центре, у Дмитрия, очень большой аспект этих игр, поэтому кто захочет, кто этим интересуется, то добро пожаловать. И еще у нас проводятся, насколько я знаю, интеллектуальные игры. Тоже в общественном центре проводятся. Кто не знает, это такой симбиоз игры «Что, где, когда», но в более таком расслабленном формате. О поп-культуре, о современном кино, о музыке, то есть познания как раз-таки, которыми владеет наша молодежь из интернета. То есть кто хотел попробовать себя в этом, тоже добро пожаловать. То есть выбор, на самом деле, огромный. Просто нужно интересоваться, нужно хотеть приходить, нужно хотеть узнавать новое, поэтому мы призываем всех вовлекаться. Насколько я знаю, молодежь у нас увлечена интеллектуальными играми. Практически в каждой школе есть своя команда. Более того, в прошлом году среди наших школ есть чемпионы Молдовы по интеллектуальным играм, поэтому развивать это направление, конечно же, стоит. О психологической поддержке хочу вас спросить. Это тоже у вас в планах, либо уже реализуете для беженцев? Кто будет проводить, в каком формате будет проходить? Это личные беседы наверняка, да? Это планируемое пока мероприятие. Буквально на днях была достигнута договоренность с организацией Интерсос, которая будет представлять психологов. Было объявлено, что будут групповые сеансы, будут индивидуальные. То есть, скорее всего, будет один-два специалиста, которые будут представлять, приезжайте в Центр в какой-то определенный день, заранее будет объявляться, естественно, и будет объявляться набор, и записываются люди, которые нуждаются в этом. Поэтому это на будущее. Как только появятся конкретные даты, страницы общественного центра, мы об этом проинформируем, и через мессенджер, как сказал Дмитрий, мы информируем через все источники, которые возможны, чтобы как можно больше людей узнали и воспользовались. Если вдруг нужна будет психологическая поддержка беженцам, которые, допустим, расположились, находятся сейчас в Вулканирском районе, возможно, будет онлайн-курс какой-то, онлайн-общение с психологом? Пока эту возможность не обсуждали, но я думаю, что это хорошая, на самом деле хорошая была бы возможность, предложим коллегам из Интерсос, на самом деле запрос хороший, поэтому, да, можно об этом подумать, чтобы предложить им. Думаю, как помощь психолога иногда нужна, она здесь и сейчас, и возможности приехать может и не быть. Скажите, Дмитрий, как сотрудничаете с местными органами власти? С местными органами власти у нас выставилось довольно-таки прочное сотрудничество, потому что они нам помогают в процессе, когда шел ремонт, они всегда были рядом, помогали, и все, что необходимо, на любые наши просьбы, они отвечали всегда. Я говорю, прежде всего, о примарии, о ряде советников, которые рядом с нами всегда, и сам примар Сергей Ильич всегда отзывается на наши просьбы, он очень чувствительно воспринял информацию, когда узнал о том, что будет там парк строиться для размещения общественного центра, и всячески старался помочь, и участвовал во всех координационных форумах, которые проводятся в области поддержки беженцев со всеми организациями, держит прямой контакт. И НСР всегда их приглашает, они участвуют. Примария на самом деле играет большую роль, там находится информационный центр для беженцев, и они оказывают всестороннюю поддержку, у них есть люди, которые там работают ежедневно с 8 утра и до утра, они всегда на связи с беженцами. На самом деле местные органы власти столкнулись первые с этой проблемой, с первых часов они всегда на связи, всегда пытаются как-то помогать, и не только в Камрате, я уверен, что и во всех других населенных пунктах, особенно приграничных населенных пунктах, они столкнулись с этой проблемой очень серьезно, и это большой труд. У вас есть данные относительно того, сколько беженцев сейчас находится в Камрате, или может в целом данные по Гаузии и Валентину? Буквально на последнем координационном совете было объявлено, что около 400 человек находятся в Камрате. Да, да, то есть количество все еще есть, ситуация не такая кризисная уже, как было вначале, но мы видим, что все равно люди остаются, не все уезжают, не все зоны еще доступны для того, чтобы туда уехать, поэтому, как сказал Дмитрий, действительно, центры еще работают, и при усилиях местных властей и гражданского общества, потому что многие МПО вовлеклись, которые даже не имели представления о том, что такой гуманитарный кризис, как работать в кризисных ситуациях, но все пытаются перестраиваться, подстраиваться, потому что такие сейчас у нас реалии, к сожалению. Вы сказали о языковых курсах, а предпринимательские курсы не намерены проводить для беженцев и для молодежи в целом? Насколько я помню, ваши коллеги из Аксис проводили подобные курсы для женщин-предпринимателей. Да, такие курсы мы проводили, также и продолжаем сейчас, сейчас у нас этот проект заканчивается, мы обучили уже больше 400 женщин по Гагаузии, и в последнем нашем наборе у нас были и женщины-беженцы из Украины, они тоже активно записывались, кстати, многие из них и не из Гагаузии, они проявили интерес, мы всегда открыты, обрадовались. Я знаю также, что многие другие организации проводят курсы по бизнесу, по развитию бизнеса, по регистрации, там разные темы, на самом деле, по цифровизации бизнеса и так далее, как поможешь на первых этапах. Это пользуется популярностью, я думаю, что если будет такой запрос, то мы отреагируем на него, я знаю, что есть еще организации общественные, которые сейчас реализуют такие проекты, также у нас и ТЭКВИЛ работает в этом направлении, то есть много организаций, на самом деле, заинтересованы как раз в этой теме. Ну и, повторюсь, если нужна будет наша помощь, наше участие или будет запрос общества, чтобы мы проводили такие курсы, мы готовы. Готовы реагировать на все запросы. 400 человек-беженцев в Камрате, и в первом мастер-классе приняли участие 5 граждан Украины, вы сказали, Валентина, чуть ранее, на какой охват, так скажем, рассчитываете далее на следующих мероприятиях? В принципе, мы рассчитывали, что было 25 человек, как бы мы не можем регулировать количество тех, кто захочет прийти, то есть сколько беженцев, у нас нет такого показателя, что должно прийти такое количество беженцев или такое количество местного населения. То есть, как я сказала, мы открыты для всех, если это будут только граждане Украины, мы будем только этому рады, что они смогут воспользоваться нашими услугами. Но я вам могу сказать, что на данный момент многие, наверное, уезжают, многие какие-то есть другие повседневные, наверное, нужды, которыми они должны справляться. Поэтому, наверное, эти мастер-классы, это такая небольшая отдушина для них, поэтому для этого нужно быть готовым, то есть морально, эмоционально на такие мероприятия. Поэтому мы надеемся, что в будущем заработаем такую репутацию, что люди будут приходить реально для расслабления, для социализации. Возможно, я чего-то у вас не спросила. Естественно, я не знаю всех тонкостей и нюансов вашей работы, но вы обязательно хотите рассказать об этом в нашем эфире. Пожалуйста, Дмитрий Валентин. О чем я не спросила, но вы хотите обязательно рассказать. Наверное, главное то, что мы, наша цель, то, что мы делали до сих пор, в принципе, в наших общественных организациях, также мы будем продолжать это делать, но только с поправкой на то, что будем вовлекать туда и беженцев, и помогать им всячески для того, чтобы они могли интегрироваться в наше общество, социализироваться и так далее. То есть для нас работа привычная, ничего нового, по сути, мы и не делаем, но только усиливаем нашу работу, увеличиваем наши знания и помогаем людям так же, как и помогали до сих пор. Валентина, и о планах на будущее, конечно же, тоже. Да, вот хотелось бы тоже добавить к словам Дмитрия, что это прекрасно, что такой центр открылся, когда мы только узнали, что он открывается и набирается персонал. Я лично была очень этому рада, потому что действительно в многих районах есть вот такие вот концепты, молодежные центры, общественные центры. У нас вот был молодежный центр, но не было вот такого центра, в который могли прийти все, и, в принципе, для этого нужны большие средства. Мы это все прекрасно понимаем, поэтому мы благодарны поддержке доноров, агентству ООН по делам беженцев, организации Лауалт и другим партнерам. И, в принципе, многие международные организации вовлеклись в этот процесс, потому что, как мы понимаем, бюджетные деньги не всегда и хватает на даже нужды местного населения. А эта инициатива призвана именно помочь местному населению и плюс гражданам Украины. Поэтому я считаю, что вклад международных организаций и местного гражданского общества очень важен в этом процессе. Я Панах на будущее. Как я и сказала, мы готовы, мы открыты помочь. Мы будем организовать мероприятия, будем формировать. Мы только хотим, чтобы люди вовлекались и действительно приходили в наш общественный центр. Конечно же, главную оценку в вашей работе, вашему труду дадут ваши бенефициары, участники мероприятий, которые вы готовы организовать. Но все же, кто будет оценивать, кто будет говорить об эффективности работы, которую вы проделываете? Изначально мы поставили себе такую задачу, что мы не ставим никаких рамок, никаких графиков, объемов, цифр и так далее. То есть это такая пилотная пробная программа по общественным центрам. И мы очень надеемся, что мы приблизимся к результату нашей организации и партнера «Лауалты» в Кишиневе, потому что у них огромные результаты. У них, что вы понимали, там работает хор беженцев, они собрали их, и они просто занимаются пением и развитием вот такого вот какого-то творчества, искусства. Для нас это тоже как бы показатель. И концертная деятельность наверняка уже есть. И концертная, да, уже есть. Они делают, организовывают сами для себя мероприятия, то есть люди из Украины. Поэтому нам есть куда стремиться, но конкретных цифр и конкретных каких-то объемов, не знаю, как обозначить, но мы пока не ставили. И будем двигаться так, чтобы людям было комфортно. И, конечно, будем общаться. Будем общаться, собирать отзывы в письменном виде или в устном виде. То есть это наша задача тоже, конечно, слышать обратную связь и отвечать на эти запросы. Вы готовы слышать новые идеи, новые предложения. Говорили вы не раз на протяжении этой беседы. И вот идея от меня, я зацепилась за эту новость относительно хора. Может, стоит пригласить их к нам сюда, в Камрад, на юг, с концертом. Хорошая идея, на самом деле. Да, потому что всегда вот эти визиты дружного в гости, они очень положительные эмоции несут, и обмен опытом хороший. Действительно, так оно и есть. Обязательно пригласим ГРТ, чтобы осветили это мероприятие. Приглашайте, да, приглашайте моих коллег. Я думаю, что и аудитории нашей будет интересно узнать. Естественно, о вас больше людей будут знать и будут принимать участие в мероприятиях, которые организуют и проводят общественный центр в Камраде. Да, спасибо за возможность об этом рассказать. В эфире Грузского радио. Спасибо вам большое. На этом наша программа завершается. Я напомню для нашей аудитории, что сегодня в нашей студии были Дмитрий Фуртуна и Валентина Калиджи, координаторы общественного центра в Камраде, о которых всегда можно почитать на их страничке в Facebook. Спасибо всем. Всего доброго. И до скорых встреч в эфире ГРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова